Данный сюжет выходит в рамках проекта «Каждому приморцу достойную жизнь». В июле 2016 года в силу вступил закон для пенсионеров, согласно которому люди, достигшие 70-летнего возраста и выше, имеют право получать 50-ти или даже 100-процентную компенсацию на уплату взноса за капитальный ремонт. Данный закон вызвал большой диссонанс среди обладателей привлекательной скидки. О всех подробностях вступившего в законодательство узнаете из материала программы. Не ознакомившись со всеми нюансами вступившего постановления, многие пенсионеры озадачены тем, что компенсация за ремонт выплачивается им не в полной мере. Очень много обращений идет и нам в Совет ветеранов, и так встречают наших членов Совета ветеранов, задают один и тот же вопрос. Было озвучено в масштабе государства, что ветераны, пенсионеры получать будут льготы за капитальный ремонт от 70 до 80 лет 50% скидка капитального ремонта, от 80 и выше 100% съемки капитального ремонта. Однако, согласно федерального закона, к сожалению, не все так получается гладко, как хотели наши ветераны, которым больше 80 лет. Подробнее о том, кому предоставляется компенсация, рассказала начальник Департамента труда и социального развития города Фокина Ольга Белоброва. Имеет право только собственник жилого помещения. И именно на эту компенсацию старше 70-80 лет граждане. И имеет право только пенсионер, одинокопроживающий или семья, состоящая из пенсионеров, одинокопроживающих пенсионеров. Если с пенсионерами проживают трудоспособные члены семьи, то собственник жилого помещения, пенсионер, не будет иметь право на компенсацию взноса на уплату капремонта. Я военный. Значит, у меня прописано, да живу не наю до этого возраста, у меня прописано, я дочь и двое внуков. И я буду сейчас орать, снимите с меня, в трехкомнатной квартире живу. Снимите, да никто ни грамма не снимет. Во-первых, площадь трехкомнатной квартиры, а во-вторых, четыре жильца. Кто снимет? Никто. Закон есть закон. При назначении компенсации на уплату взноса за капремонт отдел руководствуется краевым законом Приморского края номер 848 и порядком номер 328 ПА, который предусматривает, в каких размерах рассчитывается компенсация и кто имеет право ее получать. Выплата рассчитывается, исходя из минимального размера взноса 6 рублей 57 копеек за один квадратный метр и регионального стандарта. Региональный стандарт, применяемый для субсидий в Приморском крае. В Приморском крае вот этот региональный стандарт составляет, если один гражданин прописан, то 33 квадрата. Видите, ограничение идет на вот эту вот льготу 33 квадратами на одного человека. 21 квадратный метр – это когда два человека, два гражданина. И 18 квадратов – это три и более человек, если прописано. Важным является то, что данная компенсация за капремонт предоставляется только неработающим пенсионерам. Мы сразу предупреждаем и расписываются граждане, когда заполняют заявление, что они именно не работают. В случае трудоустройства они должны обязательно будут нам сообщать. Уважаемый ветеран, еще раз обращаюсь, кому больше 80 лет, себя не терзайте и не мучайте лишний раз отдел социальной защиты. Там никаких нарушений нету, там все делается законно и справедливо. Они сами заинтересованы, чтобы наш преклонный возраст был в уважении и в почете перед нашим государством и нашей страной.